Создание AirFiber У Ubiquiti много сильных позиций. У нас были разработки аппаратной части, излучателей, креплений. У нас были свои прошивки, разработаны программы и протоколы. Но не было одного. Наши собственные разработки передатчика и модема. Эта группа парней работала вместе почти 20 лет. Суммарно мы имеем огромный опыт в области проектирования беспроводных технологий. Возможно, больше, чем у любой другой компании. Наша группа первоначально была принята на работу в компанию Моторола. Некоторые из нас еще в конце 80-х. Мы работали в программе под названием Altair. Altair был одной из первоначальных попыток создания беспроводных сетей. Это был первый продукт в истории для построения беспроводных локальных сетей. И тогда это было впервые. Я не знал никого, кто бы создавал подобные беспроводные устройства. Мы вложили много труда в Altair. И продолжение работы в Мотороле в конечном итоге привело к созданию устройств под названием Canopy. Canopy сейчас стал очень популярным. Это система беспроводного подключения к интернету, используемая для скоростного подключения клиентов, как правило, в домах, где нет доступа к кабелю или высокоскоростному IDSL. Мы довели систему Canopy до совершенства, после чего нам оставалось мало возможностей для роста. В это время мы получили предложение от Ubiquiti, и мы были счастливы принять его. Нам открывались достаточно заманчивые перспективы по созданию совершенно новых революционных продуктов, поскольку они целиком сфокусированы на новых устройствах, работающих на высокой скорости при очень низкой цене. Свобода разработки выражалась словом «Вперед!» Мы могли делать все, что считали нужным. Это как начать с чистого листа, начать с нуля. Мы могли разрабатывать устройства, как считали нужным. Идея была в том, чтобы просто сделать все лучшее, что в наших силах. AirFiber — это новая продуктовая линейка Ubiquiti. Это первая из нескольких высокоэффективных устройств, обеспечивающих скоростную передачу данных по беспроводному широкополосному каналу. Наш дизайн может показаться немного сумасшедшим. Мы попытались создать радиопередатчик, беспромежуточный несущий, на частоте 24 ГГц, при ширине канала 100 МГц. Это нечто необычное, я уверен, такого не было ни у кого. Достаточно безумно пытаться сделать подобное. Итоговая скорость получилась такая же, как для проводного Ethernet. Мы можем делать и передавать данные без ограничений. AirFiber разработан для монтажа на достаточном возвышении для создания сети точка-точка, когда обе антенны находятся в прямой видимости. Это система, которая в зависимости от условий работает на расстоянии до 16 километров. Установка и выравнивание антенн весьма просты. Установка требует усилий только одного человека для перемещения и монтажа устройства на башне. Имеется дисплей в нижней части, который показывает мощность принимаемого сигнала, а также удобный наглядный веб-интерфейс. Мы полностью спроектировали все аспекты модем, радио, корпус и крепеж устройства. Это решение полностью спроектировано с нуля для одной цели, магистрального канала передачи данных. Так как он не основан на Wi-Fi или каком-либо еще стандартном решении, он не имеет тех ограничений, которые обычно сопровождают такие решения. Построен для скорости. Если мы хотим сравнить скорость передачи данных существующих устройств с нашим, то видим, что многие из устройств на современном рынке обеспечивают скорость, которую можно ожидать от садового шланга, в то время как наш AirFiber выдает поток как пожарный брендспойт. Этот протокол передает информацию со скоростью 1,4 гигабит в секунду, что быстрее раз в 300, чем все, что вы можете получить от нормального домашнего провайдера интернет. Операторы стремятся получить отдачу от 10 до 100 раз выше за один и тот же доллар, и в этом то большое воздействие, которое окажет наш продукт. 24 гигагерца. Мы смотрели на частоту 24 гигагерца, и мы на самом деле хотели создать что-то высокочастотное, и оказалось в итоге, что мы выбрали следующий нелицензируемый диапазон после 6 гигагерца. Вы можете использовать его везде и не делать лишних движений. Не требуется специальное оформление бумаг, нет лицензионных сборов, не нужно получать разрешение на использование. Самое приятное, что это позволяет покупать продукт и сразу начинать им пользоваться, без проблем с получением лицензий или лишней морокой при использовании устройства. Это свобода. Внутри разработки AirFiber. Насколько мне известно, никто еще не делал модем на таком продвинутом уровне. Большинство людей, разрабатывая модем, начинают с разработки чипа, что очень дорого и требует много времени. Архитектура решения очень жесткая, вы не можете перепрограммировать его. Если вы сделали ошибку, или клиент хочет изменить функционал, то ничего не выйдет. Все вшито в камень, и слишком поздно что-то менять. Мы называем наше устройство модемом, но возможны действия, при которых мы можем загрузить в него любые другие программы и реально изменить сущность устройства на лету. Таким образом устройство программируется и может быть гибким, может выполнять практически те функции, которые вам необходимы. Для большинства систем, чем дальше вы находитесь, тем большее время ожидания получения пакета от передатчика к приемнику. Даже на скорости света, когда вы находитесь на расстоянии от 16 до 30 километров, требуется много времени для доставки пакета. Мы обладаем патентованным решением, которое позволяет синхронно посылать пакеты так, чтобы передаваемые с обеих сторон линка они встречались посредине пространства. Не требуется ждать получения пакета перед передачей. Все синхронизируется в таком случае через глобальную систему позиционирования, и оба устройства могут посылать пакеты одновременно. Когда вам предоставляется возможность попытаться создать что-то новое, пытайтесь создать что-то принципиально отличающееся от того, что есть у других. Как инженер скажу, что это очень захватывающе. Ubiquiti имеет репутацию разрушителей стандартов на рынке, и мы считаем это очень привлекательно. Мы любим рассматривать продукты не так, как кто бы то ни было. Я думаю, что самое интересное в AirFiber это то, что все находится в самом начале. Я думаю, будет создано много продуктов. Они будут много дешевле и с много лучшей производительностью, чем все, что имеется на рынке сейчас. И это подход, с которым работает Ubiquiti. Редактор субтитров А.Семкин